У меня никаких не было проблем, то что у меня нету прописки сочинской. Просидела там около трёх часов. Уже лились слёзы, я уже не могла ни стоять, ни ходить, ни нагибаться. Походу ещё чуть-чуть и у меня будет грыжа позвоночника. Сегодня 3 ноября, а в Сочи марафон проходит. Я сейчас иду с утра, получается, решила пешком сегодня на работу идти, потому что думала, что автобуса не будет ходить. На самом деле автобус уходит, но всё-таки я пошла пешком. Иду и смотрю, как идёт подготовка, вижу волонтёров. Блин, это так трогательно, потому что я вспоминаю свои студенческие годы, когда мы тоже были волонтёрами на разных мероприятиях. В общем, классно, я опять хочу, наверное. Спортсмены, не то что я. Та-дам, это я. Как вы думаете, что со мной случилось? Я заболела. Заболела, ну, не простуда, не грипп, не ОРВИ. У меня проблемы со спиной. Это, в общем, кошмар. Пару дней у меня болела спина. Ну, так, незаметно это практически проходило. Я думала, всё нормально, чуть-чуть времени пройдёт, и всё пройдёт. В итоге потом я пришла на работу, начала работать. Знаете, что, работать я не смогла. Через силу, через боль я сделала пару номеров, и всё. И там уже лились слёзы, я уже не могла ни стоять, ни ходить, ни нагибаться. В итоге девочки отправили меня в медпункт. Я сходила к врачу. Она мне сделала укол. Укол нифига не помог. И мне сказали, иди домой, потом иди в больницу. Я, не зная, в какую больницу мне обратиться, поехала в четвёртую больницу. А ещё выходные и больницы, которые рядом с нами не работают. В итоге я приезжаю в четвёртую больницу. Мне говорят, вы не туда приехали. Но мы можем вас принять на данный момент. Только сейчас есть более тяжёлобольные... Как это правильно сказать? Есть, короче, люди, которым помощь нужна больше, чем мне. В итоге мне сказали ждать. Я подождала. Просидела там около трёх часов. Пару раз ко мне подошёл доктор и сказал, что подождите ещё чуть-чуть, подождите ещё чуть-чуть. В итоге я просидела три часа. Со спиной с больной это вообще было невыносимо. Каждые пять минут мне нужно менять положение. И в итоге я психанула и ушла. Это кошмар. Сегодня 4 ноября. Сегодня выходной международный. И в итоге с утра я позвонила в поликлинику, которая находится рядом с нами. Ну, как рядом? Два километра. По телефону мне сказали, что они сегодня работают до двух. В регистратуре женщина была не очень вежливая. Она мне по телефону так сказала, типа, ну, если у вас болит, то приходите. Ну, знаете, с таким, ну, как бы, акцентом, типа, ни хер делать у нас в больнице, давайте и сидите дома болеть. Я хочу отдыхать. В итоге я собралась, приехала в эту больницу, захожу в регистратуру, она начала мои документы взяла, там начала проверять. Проверила она все мои документы и спрашивала, а у вас прописка не сочинская? Я говорю, что, типа, нет, не сочинская. Она говорит, а почему? Я такая, ну, только переехала, прописку еще не сделали. Она такая, ну, ладно. Сделала мне карточку. В итоге мне приняли и никуда не отправили. Там сегодня работало три человека. Это охранник, вот это регистраторша и врач, педиатр. К врачу я зашла. Было всего лишь три человека сегодня. Я зашла к врачу. Слава богу! Врач какой-то очень добрый человек. Там молодой человек, не знаю, может, лет 25-30, наверное, еще не устала от работы. Он меня принял, все, он написал мне анализы, все-все-все, которые нужны и которые не нужны. В итоге завтра я еду сдавать анализы. Только я еду уже в другую больницу, к которой мы относимся по адресу места жительства. В общем, завтра еду сдавать анализы и посмотрим, что там будет. Ну, конечно, в регистратуре меня эта женщина очень удивила. Ну, с такой неохоткой как-то работают. В общем, надеюсь, что это все пройдет, и сейчас я на больничном. Я проработала практически месяц, и в итоге что? Я ухожу на больничный. Классно. После этого я вообще, скорее всего, буду увольняться, потому что если такая работа дальше будет меня преследовать, то моей спине конец, а я хочу как бы быть здоровенькой. Короче, опять я тут разболталась, а еще одна новость. Сегодня мы заплатили за второй месяц квартиры, и в итоге мы опять без денежек. Ну, как без денежек? У нас остались там маленькие запасы денег, плюс я еще сегодня потратила на таблетки. Я не знаю, дожить нам осталось 4 дня. Ну, в принципе, еда у нас дома есть, на проезде нам хватает. Единственное то, что мне в больничку бы надо завтра съездить, и мне, скорее всего, отправляют на МРТ. Вот это сейчас самая сложная ситуация, потому что МРТ стоит около 2,5-3 тысяч, а его очень нужно сделать, чтобы точно уже исключить там образование у меня какой-нибудь межпозвоночной грыжи. Я надеюсь, что таблеточками все вылечится. Время уже около 11 часов. Сегодня я была в больнице. Не помню адрес, но я адрес, короче, подпишу. Больница мне в целом понравилась, но там есть некоторые все-таки работники, которые не очень вежливо относятся к своей работе. Расскажу о больнице в двух словах. В принципе, мне больница понравилась, хороший персонал, но, конечно, есть исключения. Медсестра, которая в процедурном кабинете, мне она не очень понравилась. Ну, блин, ладно, я не осуждаю. У всех своя работа, кому-то она нравится, кому-то нет. Врач хороший, в принципе, хорошо общается, но долгий прием. Отправили меня на МРТ. Сегодня с утра я сделала анализы. Получается, мочу, кровь сдала, сходила на флюорографию, и вот мне поставили два обезболивающих укола бесплатных. Это были очень больные уколы. Я сейчас еле как поднимаюсь, потому что мне его с двух сторон поставили уколы. Разные, как я поняла. Это очень больно. На МРТ меня отправили в платную поликлинику. Ну, там что около двух с половиной тысяч, короче, стоит. Вот сегодня в шесть часов у меня запись. Поедем, посмотрим. Еще хочу сказать то, что у меня никаких не было проблем, то, что у меня нету прописки сочинской, но раньше я знаю то, что... Ну, многих людей их смотрела, и то, что у них типа вот, все из-за прописки могут не принять, там, или отказать. Но, на самом деле, это неправильно. Тебе должны оказывать помощь независимо в том месте, где ты сейчас проживаешь, и вот вне зависимости от того, где у тебя прописка. Потому что ты находишься на территории Российской Федерации, и у тебя есть полис ОМС, в котором есть определенные правила, и ты должен получать медицинскую помощь в любом месте. Вчера сделали МРТ. Сейчас сижу, жду приема своего. Сижу возле больницы. Прием у меня в 13.45. Осталось еще полчаса. Сижу, жду. Сегодня у нас такая теплая погодка. Вроде только такие дни холодные начались, и потом сразу резко опять тепло. Я сейчас сижу в курточке, и мне жарко. Вернулась я из больнички. Опять воткнули мне два ужасно больных укола. Я или как дошла, но зато спина не болит. Места, где мне поставили уколы, очень даже болят, но спина не болит. Это уже плюс. Я более-менее счастлива. В общем, педиатр посмотрел результаты моего вчерашнего МРТ. Сказал то, что походу еще чуть-чуть, и у меня будет грыжа позвоночника. Это, конечно же, не радует. Даже очень сильно огорчает. Сказал записаться к неврологу. Запись к неврологу есть только на 2 декабря. Я записалась. Сейчас буду ждать. Это 2 декабря. Надеюсь, я совсем не развалюсь, и у меня спина более-менее пройдет. Еще врач мне, конечно же, посоветовал уходить с работы с этой. Искать какую-то другую работу. Скорее всего, так я и сделаю, потому что с таким графиком, с которым мы работали там, спине моей точно придет конец. Еще что я хочу сказать. Что я хочу сказать? Простите за мой русский язык. Так вот, что я хочу сказать. Сегодня, когда я пришла, очереди вообще не было. Ну, 2 человека, получается, были. У меня уже была запись на 13.45. В итоге я в полвторого прошла. С доктором поговорила. Но врачей в кабинете было 2. 2 врача, понимаете? Это было очень странно, потому что, ну, люди записаны к разным врачам, но проходят они в один и тот же кабинет. И то есть в одном кабинете ведут прием сразу 2 врача. Это чуть-чуть неудобно, потому что тебе-то нужно слышать своего врача, а тут еще другой врач сейчас говорит с другим пациентом. Это немного так напрягает, но зато никаких очередей. Я просто вспомню, даже когда я в Тюмени давно жила, когда я еще давно по больничкам ходила, приходила в нашу восьмую поликлинику, и там просто по талончику, ты не по талончику, там по запись, не по записи, было все равно. Ты все равно сидел в своей очереди, а тут даже людей нет. Это так странно. В общем, я к педиатру опять записалась на пятницу, на пол пятого, по-моему. Еще в пятницу зарплата. Посмотрим, сколько я заработала. Хотя месяц проработала, скорее всего, я больше потеряла, чем я заработала. Ну да ладно, все в жизни бывает, никто от этого не застрахован. И еще по моим анализам крови, мне врач сказал то, что у меня повышенный холестерин 6,2, но хотя в моем возрасте он должен быть 5,5. И сказал, короче, поменьше жрать жирного. Ну как жрать? Кушать, простите. Я что-то опять сегодня не по-русски разговариваю. Поменьше кушать жирного, фастфуда, углеводов. Короче, вот такая вот ерунда. Как теперь жить вообще? Субтитры сделал DimaTorzok